Девушки отдыхают Климат стал влажным, болот стало больше, проживать и заниматься скотоводством стало нельзя на этой территории И кулайцы начали уходить в разные стороны, но в поисках лучшей доли И какая-то часть этого населения пришла и на нашу территорию Пришли они к нам на лодках, то есть представьте себе караваны лодок, которые плыли по рекам Омь, Тара, Уй И вот через болото они пришли сюда и поселились рядом с саргацами Были они населением таежным, поэтому в основном занимались охотой, рыбалком Но все-таки главная отрасль хозяйства это скотоводство Как они уживались рядом с саргацами сказать сложно Многие считают, что они были зависимым населением Тем более они пришли сюда, уже на занятой территории Так или иначе кулайцы смогли прожить рядом с саргацами И в общем-то эти культуры закончились примерно одно время Как мы отличаем одну культуру от другого? У кулайцев есть несколько замечательных отличительных чертов их материальной культуры Первый уникальный, ну и второй тоже уникальный Вот такие трехгранные крупные бронзовые наконечники стрел Почему крупные? Да очень легко догадаться В тайге легковесным наконечникам цель не поразишь Потому что кругом ветки деревьев, сосны и так далее Нужна тяжелая стрела, у стрелы должен быть тяжелый наконечник Вот такие мощные ракетообразные наконечники были у кулайцев Специалисты говорят о том, что в 70-е и 80-е годы Эти наконечники продули в аэродинамических трубах в специальных институтах Чтобы посмотреть, какие у них аэродинамические качества И они оказались очень высокими То есть смотрите, конфигурация такая, такая Немножко другая конфигурация здесь Это все ракеты Это все маленькие бронзовые ракеты По своему дизайну Редактор субтитров А.Семкин